народ всем привет как почистить макбук про 16 2021 года модель а24 85 после залития сладким чаем все кнопки ну а дальше этим займется марк вот посмотрите все зазоры вокруг клавиатуры крошки все это залипшие после залития сладкого чая пробел конечно нажал и все и он видите внутри там остался вот ну и также остальные все клавиши у нас хрустят что мы делаем отключаем закрываем нижнюю крышку переворачиваем обязательно под низ нужно будет постелить чтобы не было царапин берем отвертку пенталоп 12 миллиметра выкручиваем винты нижней крышки отстегиваем но можно будет использовать пластиковую карточку и присоску приподнимаем с правой стороны у нас фиксатор и также с левой стороны слегка поднимаем и делаем щелк готова далее с другой стороны тоже самое карточкой щелк готова теперь опять переворачиваем дальше ногтями чуть-чуть отщелкиваем вот и теперь сдвигаем в один край и крышка у нас прекрасно снимается идем дальше смотрим внутри очень много крошек изучаем на предмет залития то есть доплаты как мы видим не досталось здесь все сухо все нормально потеков никаких нет то есть у нас только клавиатура пострадала получается клавиатура на себя взяла если была так называемая накладка силиконовая то тогда бы на плату все потекло а теперь берем отвертку т4 выкручиваем заглушку шлейфа трекпада который через батарею чтобы у нас был доступ к батарее все снимаем заглушку а потом снимаем с левой стороны мелкий шлейфик он такой змеевидный с левой стороны поднимаем фиксатор извлекаем потом отстегиваем шлейф трекпады под ним находится наш шлейфик который мы отстегнули и также вот показан список отверток который дальше будем использовать и теперь берем отвертку т5 и выкручиваем винт широкой шляпкой убираем сторону приподнимаем размыкаем контакты все теперь он у нас полностью обесточен можно будет дальше приступать полному разбору получается нам все придется снять вплоть до батарейки также есть свои нюансы при разборе я снимаю это максимально быстрое видео но как-нибудь сниму и длинная то есть поэтапно как и что то что это новая модель 2021 но уже на м2 вышли уже презентовали но скорее всего я думаю они будут похожи и не будут особого отличия но это не точно все отстегиваем с правой и с левой стороны выкручиваем заглушки на которой находится фиксатор выкручиваем фиксатора где находился фиксатор по краям справа и слева это как бы переходной винт его еще надо будет выкручивать вот а пока что снимаем все шлейфы которые мы видим полностью все запоминаем как что обычно я использую пакетики никита из happy pc он использовать стаканчики ему удобно стаканчиков все это дело держать стаканчик стаканчик одноразовая в этих zip пакеты то есть получается на штук 10 пакетов выйдет с винтами все дальше работаем отверткой t5 все это дело выкручиваем то периметру снимаем очень аккуратно не спеша не оборвите шлейфы кулеров они еще приклеены еще внизу с нижней стороны подплаты они также приклеены поэтому очень аккуратно не спеша все это дело делаем так далее вот он переходной винт если нет нужной насадки нужно будет как-нибудь бокоречками подцепить провернуть и дальше уже использовать круглогубцы и круглогубцами можно будет выкрутить то есть ну достаточно удобно тут нужно будет аккуратно потому что с этой стороны находится нам dssd чтобы не повредить их случайно заденете оторвете элементы все минус ssd минус матплата поэтому не торопиться нужно будет отстегивать под заглушками находится ну как раз где винты мы переходные выкручиваем там же находится шлейфы динамиков вот с этой с правой стороны сняли сейчас с левой стороны также проворачиваем и уже круглогубцами аккуратно выкручиваем переходные винты ну и потом будем когда собирать тоже в обратном порядке все это дело нужно будет сделать все настегиваем остальные все шлифа потом я сниму длинное видео потому что это я делал короткое также я использую монтажный скотч или просто бумажный скотч для того чтобы зафиксировать шлейфы кулеров при том случае когда мы будем извлекать материнскую плату из корпуса все тут тоже нельзя торопиться нельзя резко дергать все перепроверять чтобы никакой шлейф не зацепился платье и уже потом извлекаем плату как показано видео то есть в одну сторону все отлично сняли на плату с обратной стороны ничего не попало то есть она чистая далее переходим к уже кулерам с одной стороны кулеров крупные винты отвертка t6 а с другой стороны т4 под заглушками приподнимаем заглушку и выкручиваем винты тоже все это дело запоминаем как что в моем случае это все в пакет закидываю здесь аккуратно не дергайте потому что шлейф кулеров шлейф и кулеров приклеены к нижней подложке подсветки все далее уже нам нужно будет извлечь наш дисплей снимаем антенну здесь уже пенталоп 0 8 миллиметров и также отвертка t5 выкручиваем все винты снимаем антенну снимаем заглушки внутренние проставки тоже их убираем тоже закинем пакет который под шлифами идут пластиковые про них не забываем теперь выкручиваем т5 отверткой заглушки петель далее берем отвертку t9 и выкручиваем по два винта с каждой петли по одному оставляем дисплеем вниз переворачиваем и уже выкручим остальные винты теперь извлекаем дисплей убираем сторону на данных аккумуляторах существует специальные язычки двухстороннего скотча который тянется также как на айфонах батарейки также как были и на эйрах но не всегда к ним можно подобраться потому что бывает так что они как бы не заклеены на элемента как бы внутри под элементом поэтому тут нужно аккуратно не повредить элементы не замять их не проткнуть тем более кусочком пластиковые вырезанным от пластиковой бутылки я стараюсь эти язычки достать а потом уже подцепиться пинцетом кто-то электроотверка их накручивает кто-то как но электроотверки у меня нету я привык работать руками все вытаскиваем и вытягиваем эту штуку ленту из-под батареи почти готов так 1 пошел по 2 тут я добрался с этой стороны с другой стороны теперь вытягиваем ну все готово теперь еще один элемент остается далее а вот теперь выкручиваем винты приподнимаем плату а вот центральные элементы там практически не добраться но можно добраться поэтому я не буду рисковать чтобы не проткнуть элемент батареи возьму свой старый способ нитки мулинея два кольца от жестких дисков один от три с половиной дюймовый другой через два с половиной дюймового все пропитываю спирту из-за пропил за что верхней части елизавета удерживает корпус и теперь срезаем этот элемент сейчас я вам покажу где они находятся язычки как раз верхней части но туда пинцетом ну никак не добраться чтобы не повредить батарею может быть придется какой-нибудь делать специальный пинцет для этих целей вот поэтому снимаем по старинке и теперь удаляем старую заклейку видите там мушки аж они прям под элементами находится что вообще неудобно но и далее по традиции мы идем мыть елизавета и оператор у нас все это дело снимает теперь нужно будет заклеить все отверстия сильно не стоит мочить кейс то есть примерно это вот так вот выглядит дать промыться как следует все берем малярную кисточку и промываем потому что другу другие способы просто снять и почистить там под пробелом и этот этот не вариантом через 35 дней он снова начнет залипать и конечно клиент будет недоволен поэтому нужно будет все это дело сфере вычищать промывать после ополаскивать нужно будет в дистиллированной воде и отправлять на сушилку а ну еще до забыл еще нужно будет перед тем как на сушилку после того как вы промыли нужно будет компрессором выйдут сперва влагу а потом уже закидывать на батарею здесь он будет сушиться семь дней и после семи дней можно будет уже смело собирать подготавливаем батарейку к обратной наклейки конечно я вот подумываю все-таки заказать себе именно вот эти ленты как под оригинал к заклейке к айфоновским батареям и также на эти язычки не и надеть но пока что на данный момент ее нету я использую 3м скотч 5 миллиметров шириной то что я раньше использовал для заклейки дисплеев аймак вот поэтому если вы это делаете рекомендую сразу купить ремкомплект двухстороннего скотча именно который для айфоновских батарей вот они 10 пакетиков винтов то есть спустя 7 дней кейс у нас год готов уже динамики заклеены но мы потом конечно все это дело то есть начинаем с батареи подготавливаем батарею пока просто подкидываем и будем собирать в принципе здесь чтобы заменить батарею не нужно будет снимать материнскую плату в других моделях всегда приходилось так как право ну то есть часть батареи проходила под материнской платы все время пришло теперь собираем в обратном порядке цепляем дисплей закручиваем винты сперва просто прихватываем нужно будет потом от позиционировать по уровню корпуса все это дело не забываем про заглушки проставки под шлейфами дисплея нужно их поставить правильном положении не перепутав все теперь закрываем выравниваем по уровню чтобы у нас было вровень с корпусом и ничего не выпирал позиционируем и уже затягиваем винты петель дисплея темно здесь конечно я решил раньше времени здесь смотрите я ошибку сделал я закрутил антенну но надо было сперва закрутить заглушки с правой и с левой стороны вот поэтому я здесь что-то как-то ну сделал ошибку и все двойную работу сейчас я вот поставил антенну отвлекся и потом снова ее пришлось выкручивать вставлять заглушки которые были над петлями и только после этого нужно будет ставить антенну так что не повторяйте мою ошибку чтобы у вас не был двойной работы но в принципе я думаю эта модель легче чем 14 дюймовый 14 дюймовый там разборка посложнее если у вас 14 дюймовый 2021 года напишите в комментариях я дам ссылку по точно такой же процедуре по разборке там подобное то есть сразу вам выставлю на канале также есть плейлисты по каждой модели все модели которые я снимаю видео я группирую в плейлистах именно по моделям вот а дальше уже смотрите погоду выпуском возвращаем обратно наши кулеры прикручиваем их не забываем про заглушки при разборке например 14 дюймового макбука там больше отверток используется в этой части шлейфы кулеров приклеится к нижней подложке подсветки клавиатуры поэтому их желательно чем-то еще проклеить дополнительно чтоб они не отошли и не касались материнской платы когда мы ее вставим иначе может быть короткое забыкание встретилась с опасным напряжением чтобы этого не произошло желательно их проклеить хорошенько к подложке дополнительно двухсторонним скотчем ну и крайняк сильнее изоленты вот все а потом уже устанавливать материнскую плату обратно в корпус здесь тоже том же положении как мы снимали в том же положении мы ее и возвращаем обратно корпус следите за флис всеми шлейфами чтобы ваш шлейфы не остались под материнской платой используйте скотч бумажный чтобы приподнять шлейф и слегка зафиксировать для установки обратно в корпус материнской платы все позиционируем выравниваем все просматриваем исследуем чтобы у нас ни один шлейф не остался под материнской платы иначе сейчас закрутим винты дойдем до шлейфа и потом придется снова все это дело вскрывать целом мне очень нравится данные модели макбуков они вернули к старому закругленному корпусу побольше поэтому сделали хороший теплоотвод хотя м1 он так не сильно не греется но в целом молодцы сделали хорошо работает очень тихо практически не слышно более усовершенствованная система охлаждения с кулерами кулеры практически бесшумные ну что же время покажет но в целом все равно эти модели мне нравится как сконструированы более легкие единственно что дисплеи у них очень легкие хотя они габаритные как будто внутри матрицы там на графитовой основе облегченная но это не точно так далее все мы плату установили все вспоминаем что где у нас была закручена также все это дело вкручиваем вкручиваем переходные винты но точно также используя круглогубцы если вдруг нет подходящего подходящие насадки на отвертку в наборе xiaomi виха 24 пикс данной насадки отсутствует но придется мне за заказывать полный набор киты по моему 120 120 насадок как раз для этого ну чтобы не выкручивать винты пассатижами или круглогубцами чтобы все это дело делать грамотно все 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 заклеиваем подклеиваем так теперь фиксаторы как раз переходной винт в нем стоит головка закрылкой закрылка закрывает шлейфы динамиков и она же служит фиксатором поэтому не забываем что касается по замене термопасты машины пока которые приходили я еще не снимал радиатор на них вот или может даже снимал я сейчас не могу вспомнить а может и снимала может и не снимал надо посмотреть может двадцать четверки снимал один приходил точно утопленные утопленники а нет я там не снимал радиатор я выгонял там вагу вот но время покажет время придет и скорее всего там точно также некоторых местах где оперативная память и наш там в процессоре то там графитовая терможвачка или термопрокладка на самом процессоре уже используется именно термопаста вот но пока время на замену термопасты данных модель еще не пришло недостаточно свежие все батарея подготовлена все мы теперь ее приклеиваем корпусу все это дело проверяем и можно будет уже собирать завершается концу все это дело затягиваем и теперь затягиваем винт с широкой шляпкой закрываем закрылку и потом самом конце подключаем на змеевидный коротенький сигнальный шлейф который активирует данную батарею все работа выполнена закрываем нижнюю крышку закручиваем винты и сейчас будем все это дело проверять ну то есть на включение и тому подобное нужно будет мне уже для этих макбуков купить самый большой так сказать самый большой блок питания который с ними шел самой топовой мощности по моему тому же больше чем 100 ватт может 110 115 может 120 надо посмотреть но мне нужен именно комплектный все компьютер работает теперь немножко юмора в конце видео пишите свои вопросы в комментариях